Добрый день, с вами Школа Успеха, я преподаватель Полянский Алексеев. На сегодняшнем занятии мы рассмотрим, как составлять элементарные таблицы в Excel. В отличие от Word в Excel мы первоначально выравниваем ширину столбцов. То есть, судя по картинке, нам нужно сделать следующее. Столбец А делать уже, столбец Б оставить прежним, С, Д. Есть дело чуть пошире, но в листе мы открываем и пробуем это делать. А делаем уже, Б оставляем таким же, С пошире, Д пошире, Е пошире. Смотрим дальше. Ф такой же, Г, Х пошире, Ф такой же, Г, Х пошире. Далее смотрим, докуда у нас идут объединения ячеек. С Б по Е и с Е по М. С Б по Е и с Ф по М. Мы выделяем ячейки, нажимаем объединить, поместить в центре. Здесь у нас идет желтая заливка. Дальше. Дальше нам необходимо объединить несколько строк. Раз, два, три, четыре, шесть строк вниз. Объединяем. Вмещаем в центре. Для того, чтобы нам каждую ячейку не объединять, мы можем воспользоваться автозаполнением. Подводим крестик, правый нижний угол, зажимаем левую клавишу и протягиваем. У нас получаются все ячейки пустые. Смотрим дальше. Дальше у нас со столбца И по Л идет большая объединенная ячейка. Высотой четыре строки. Мы выделяем эти четыре ячейки. Убираем лишнее. И теперь четыре строки. Объединяем, помещаем в центре. Так же и внизу. Чтобы нам каждый раз не прощелкать, мы берем и заполняем. Справа у нас объединенные ячейки опять идут. Смотрим дальше. У нас идет пять ячеек вниз. Без изменения ширины. Мы уделяем пять ячеек вниз. И протягиваем. Делаем все границы. Так же и сверху. Далее. Что касается заливки. Заливка у нас идет от столбца С до К. И сверху. Мы выделяем от столбца С до К. Нажимаем клавишу Ctrl. Держим и выделяем еще верхний ряд, который нам необходимо тоже залить. Заходим в заливку. Выбираем цвет. Получаем следующий результат. Далее. Для того, чтобы нам произвести выравнивание ячеек, вот как в данном случае во второй строке, где у нас номер, название, мы пишем номер, название Выделяем эти ячейки и делаем выравнивание. Выравнивание, в отличие от Word, здесь у нас по высоте и по ширине. В данном случае нам нужно выровнять по центру, в середине. Как на примере. Затем для того, чтобы нам записать проценты, где у нас находятся бонусы, нам необходимо сделать следующее. Здесь подпишем бонус. Также применим автозаполнение. И с учетом того, что нам нужно переводить формат ячейки в процентах, нам нужно, чтобы 3% написать, это у нас будет значение 0,03. Остальных ячейках у нас нули. Остальных ячейках у нас нули. Также берем, применяем автозаполнение, чтобы не прописывать самостоятельно. И воспользуемся этой функцией. Теперь, чтобы нам изменить формат ячеек, мы нажимаем правой клавишей, формат ячеек, выбираем формат процентный. Количество десятичных знаков 2. Окей. С вами был Алексей Полянский, Школа Успеха. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях.